Совсем скоро здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием и тренажеры. Помимо этого уникальный спортивный городок, который вместит в себя площадку для воркаута, полосу препятствий, ров, лабиринт и окоп. Самое завершается строительство спортивной площадки на территории кадетского корпуса. Строительство этого объекта позволит нам расширить, конечно, большой кругозор наших детей. Наши кадеты по выпуску в основном выбирают целью для своей жизни – это поступление в высшее учебное заведение системы МВД России. И полоса препятствий, сертифицированно, позволяет нам осуществлять подготовку спортивную, силовую. Очень нужно для кадетов, для их физической подготовки. То есть на этом объекте для них, для физподготовки практически не практически, а все есть. Просто все. И футбол, и полоса препятствий, и стометровка, и легкая атлетика. Проект разработали именно под нужды, то есть вписали в выделенную нам зону все, что для них нужно, в размеры. Подготавливали специально именно для этого. То есть футбол, тут ничего нет. Строительство новых спортивных объектов – одна из составляющих стратегии лидерства региона. В Самарской области год от года появляется все больше мест для занятий спорта. В 2018 году построено 20 площадок, в 2019 – 22 спортивные площадки и 10 площадок ГТО. В рамках нацпроекта «Демография» в этом году построены 22 спортивные площадки, 5 площадок ГТО. На завершающем этапе – ФОК уличного типа на 116-м километре. В 2019 году введен в эксплуатацию 41 спортивный объект, в том числе 26 универсальных спортивных площадок, 10 площадок ГТО, ну и, конечно, ФОКи. До конца года должны быть завершены работы по строительству легкоатлетического манежа и спортивного комплекса в Тольятти, в этот, в юбилейный год. В 2021 году планируется завершение нового дворца спорта в Самаре, который станет крупнейшим уже в столице региона, крупнейшей площадкой для проведения спортивных мероприятий. Количество спортивных объектов строится очень много, и они направлены на развитие той среды, которая как раз создана для наших детей и для занятия физической культурой и спортом в целом регионе. Я думаю, что тот проект, который реализовывается здесь, это именно направлен для наших детей, которые занимаются в этом кадетском корпусе. В Самарском кадетском корпусе обучается около 300 воспитанников со всех регионов России. Ежегодно они принимают участие в военно-спортивных сборах для высших образовательных учреждений МВД России под названием «Наследники Победы». Самарский корпус там представляет команда из 28 человек, и новая спортивная площадка позволит максимально эффективно подготовиться к этому событию и уверенно претендовать на победу. Виктория Шаре. События.